Еще в начале осени жители сельских поселений Янтиковского района обратились с жалобами на отсутствие площадок для мусора. Как изменилась ситуация и с какими трудностями сталкиваются перевозчики в репортаже Юлии Важениной. Два раза в неделю зимой и через день летом. Сейчас Янтиковский район можно назвать показательным по вывозу твердых бытовых отходов. Всего в районе 31 населенный пункт, а это почти 300 площадок для складирования мусора. По два евроконтейнера на каждой. Проблемы по вывозу мусора разрешили полностью. Хотя сверху у нас требует, чтобы раздельная сборка мусора организовали. Но в зимнее время сейчас мы пока не можем, потому что вопросы надо решать. Сколько контейнеров надо поставить. Для раздельной уборки. Но в будущем мы собираемся и раздельную уборку мусора. Параллельно приходится решать и другие проблемы. Подъезды к некоторым площадкам очень узкие и мусоровозу трудно разворачиваться. При выборе места под контейнеры администрация района старалась учитывать этот факт. Но не везде получилось. Еще одна трудность к некоторым деревням. Нет асфальтированной дороги. Оба вопроса администрации района планируют решить летом. Что касается жителей, то неудобств с вывозом мусора они не испытывают. Мусор вовремя увозят. В неделю два раза зимой. Ой, зимой, да, да. А летом вот в неделю вот, наверное, можно и больше. Еще один вопрос актуален. Именно зимой снегом заваливают контейнерные площадки. А кто будет их очищать, неизвестно. В городе это работа управляющих компаний. В районах она ложится на сельские поселения. В Янтиковском районе нашли выход. И вот здесь планируют заключить дополнительный договор с компанией, которая занимается вывозом ТБО. Уборку снега в контейнерных площадках это в наш контракт не входит. В наш заключенный с нами контракт это не входит. То есть уборку снега кто-то должен убирать. Или мы готовы сами уже убирать. Но, соответственно, это должно будет как-то уже оплачиваться. В начале следующего месяца в Янтиковском районе планируется уточнение бюджета. Администрация готова выделить дополнительные средства именно на расчистку контейнерных площадок. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.